Здравствуйте! С вами Мастер Спорт, а программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Легкоатлетика в Самаре, если можно так сказать, находится в реанимации. Причина – отсутствие современной инфраструктуры. И как результат, самарские спортсмены являются статистами на турнирах. Можно ли изменить ситуацию в лучшую сторону, мастеру спорта расскажут. Олег Куркачев – кандидат в мастера спорта, победитель полумарафона «Самарская Лука». И Владимир Лобачев – старший тренер кафедры физкультуры Самарского национального исследовательского университета. Здравствуйте. Вот мое такое громкое заявление. Вы могли бы его опровергнуть или какие-то факты подтвердить? Ну, успех любого спорта, в частности нашей легкой атлетики, заключается в присутствии кадра, тренера, в первую очередь, вокруг которого все и накручивается. И второе, конечно, его лаборатория или, иначе говоря, базы спортивные. Что касается первого, тренеры, они есть в Самаре. В основном они представляют династии семейные. Это полубояров с сыновьями, который подготовил ряд спортсменов международного уровня. Последний год тому назад Юрченко, который прыгал на юниорской Европе тройным прыжком, полубояров, сын и отец, они узко специализируются, длина тройной. Работают в городе Новокуйбышевск. Я бы отметил еще стабильно работающего профессионального тренера Пономаренко. С женой, которая стабильно, много десятков лет, выдают на гора мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Это какой у нас город? Это Самара. Сам он и приехал из Сызрани или из Отрадного. Ну, местный. Местный, да. И вот представляет сейчас метательскую школу. Достаточно вспомнить чемпионку России Ольгу Чистякову, мастера международного класса. Но отсутствие своего места, когда вы приезжаете в города, где существуют школы легкой атлетики, направления легкой атлетики, это 43 вида, иногда взаимоисключающих, как связан марафон с толканием и дра. То есть это разные виды спорта. Вы можете увидеть на тренировке, скажем, в Манеже братьев Знаменских в Москве 10 человек, где индивидуально тренер работает с классными спортсменами. У нас вот они выводятся на определенный уровень, потом начинается массовка. Я прямо скажу, что я работаю уже свыше 40 лет, и в Манеже просто уйдешь здоровым и без травм, чуть ли не перекрестишься. Потому что как камикадзе буквально. Это дети косяками бегают, и тут же мастера спорта международного класса выворачивают между ними. Но другого выхода в этом тренеры не виноваты. Конечно, можно было бы разделить детский спорт, но куда его деть потом? Единственное место, я знаю, что вот этот Манеж, он просто большой спортивный зал для заводчан, который был в свое время построен для групп оздоровления заводских рабочих. Но никак не специализированный зал. Расскажите, что нужно, необходимо сейчас и где? Это давно назревший вопрос. Еще бытность Кубка губернатора. Каждый год, когда это все организовывалось, одним из ведущих вопросов, помимо присутствия тренеров, спортсменов мирового класса, что прямо курировал Титов Константин. Мы всегда подчеркиваем, что он рекордсмен нашего института в тройном прыжке, 15-17, это здорово. Но как-то это не реализовывалось материально никаким образом. Проводилось соревнование, и нам ничего не доставалось, ни в виде инвентаря, ни в виде каких-то сооружений. Когда каждый год нам обещали, показывали планы, показывали чертежи, что вот-вот уже вот копать начали. Где должны копать? В парке дружба в последнее время была. Потому что, несмотря на все могущество нашей области, конечно, материальная база в виде стадиона одного, единственного, который остался в Самаре, ЦСКА ВВС, и вот этого зала, который вообще не предназначен для легкой отелей, там нет ни разминочного зала, там вот мы бегаем, ведет спринт, поперек бегут, под ноги бросаются, я говорю, как к Камиказе можно уйти. Ну и, конечно, надо вспомнить о тренерах семьи Андреевых, которые прыгнули, сами были международники, и Белковых, которые работают честно, планомерно, выдают на уровень мастеров, но не выше. Для этого требуются вот эти особые условия. Олег, вот ваше мнение, как спортсмена, тренер говорит, тут дети, здесь любители, здесь профессионалы, вот у вас как тренировки проходят, какие проблемы существуют? Ну, я соглашусь с тренером, потому что для нас, например, скажем, для ходьбы слишком сложно заниматься в таком манеже, потому что виражи не соответствуют стандартам, и тяжело заходить на них, и тем более нам приходится заниматься с утра, когда меньше всего народа, потому что вечером там очень уйма детей, и просто приходится как раз между ними вилять. То, что имеете, это сильно мешает выйти на высококлассный уровень, на олимпийский, так скажем? Конечно, потому что нам не приходится, например, иметь такое восстановление, как, скажем, другие спортсмены в высоком уровне. В нашей базе только имеется как раз-таки для восстановления сауны, а, скажем, там, спортивное питание или какие-то другие массажи, или еще что-то, у нас этого не имеем. Да, вот в продолжении темы, да. Это было бы возможно, если бы был клуб. Я еще раз подчеркиваю, никто не должен замахиваться на крылья советов и подобное этому, а какая-то имитация обязательно. Я помню первый чемпионат России среди клубных команд, где наша команда, Космос, заняла третье место. Так, самый выдающийся спринтер Самарской области во всю ее историю, Павел Галкин, мне память не изменяет, пятое место в Барселоне за СНГ в эстафете 4 по 100. Вы можете себе представить, что такое спринт, что такое Ямайка, Франция, Англия, и вдруг тут в СНГ пятое место. Выдающийся спортсмен, вот, так вот, он не гнушался. У нас был флаг свой, своя атрибутика. После победы на 100 метров, сочинский стадион небыстрый по тем временам, 93-й год. Он брал флаг клуба и с гордостью бежал вокруг этого. Это уже своя кухня. Если я правильно понимаю, вот индивидуальный подход, семейные подряды, если я грубо так перефразирую вас, да, это все-таки не то. Вот клубная система, когда существует организация, вот это высший класс. Я считаю, что да, это прообраз, так как на Западе и сделано. Там нет, там клубы или студенческие клубы. Вот, это не значит, что там студенты как-то строго обучаются. Это при университетах, это реклама и так далее. Это надо понимать. Я вот хочу обратиться к Олегу в том плане, что вот его вид спорта, конечно, играет роль на манеж и так далее. Но, тем не менее, это дорога, это пахота, это сотни километров, именно сотни километров. В моей практике есть подготовка мастера спорта международного класса Богданова, рекордсмена России в суточном беге. Если сказать, они пробегают по 1600 километров в месяц. Нетрудно переделить ежедневно по марафону. Олег, конечно, вот такими объемами не проворачивает, потому что он между делом еще и отличник круглый на сложнейшем факультете. Но это к спорту, ладно, только усугубляет, можно сказать. Тем не менее, вот считается в кругах специалистов, что он один из таких потенциально перспективных. Тем более, я хочу остановиться на фигуре Андронова. Андронов – это не требующий подтверждения квалификации сам спортсмен. Один из сильнейших в мире ходоков на 50 километров, сверхдлинной дистанции, это уже даже выше марафона. И как он относится на моих глазах к работе – тщательно, щепетильно, чуть не на коленках ползает, смотрит с учениками в спортивном костюме. Детально, то есть тренер, с моей точки зрения, в высшей категории. И, конечно, ему нужно создать условия. Сейчас вот председатель Федерации России наш человек, Шляхтин, министр спорта. Очень большое, я бы хотел, чтобы в передачу это попало, работу проводит Казмирчук Александр Иосифович. По возможности. Конечно, возможность общественной организации крайне ограничена. С моей точки зрения требуется изменение структуры. Не секции, не дюж-2, дюж-3 старые, а профессиональный спортивный клуб, который якобы немного дублирует, может, ШВСМ, но не ШВСМ. Второе, значит, создание материальных условий, и, как я предыдущий говорил, лаборатории, где можно работать с классным тренером. Сказал один из наших очень хороших тренеров, Володя Дмитриев, мой товарищ, главный тренер по спринту сборной страны. Он сказал, что вот вы выводите, ну и мы выводим, или они выводят на мастера спорта. А потом начинается другой вид спорта, потому что бежать 6-5, скажем, в спринте на 60 метров, это один спорт, а бежать 6-4, как десятка, это другой спорт. Его и по-другому надо называть. И с точки зрения методики, нагрузки, осмысления философского дела, тренеры, получив все эти дела, они бы проявили себя еще лучше. Хотя я бы не стал говорить, что тренеры плохие в Самаре. Хорошие. Это была «Легкая атлетика» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках Горда Эс. До встречи!